здравствуйте дорогие подписчики и зрители канала people life с вами сегодня в студии я нонна муссолян мой соведущий алексей курбан и сегодня у нас в гостях долгожданный любимый вами гость которого давно не было на просторах people life профессор ведической астрологии клинический психолог психо онколог юрий алексеевич миров здравствуйте юрий здрасте анна здравствуйте алексей здравствуйте дорогие друзья тысячу лет не виделись правда тысячу лет не виделись и очень рады соприкоснуться с вами с вашими вибрациями скажем так юрий алексеевич индия древнейшая цивилизация пережившая многих почему сейчас возник интерес к знаниям которым сотни лет а может и тысячу что дает человеку знания о ведической астрологии мистика интересно всегда что-то загадочное индия загадочная страна поэтому скорее всего интерес просто к такому загадочному индии далеко там помните где мы странные махараджи из этой серии а сама по себе астрология она она сама отдельно сама по себе интересная штука вот то есть всегда хочется понять в тайну всего найти какие-то первопричины как устроен мироздание как макрокос связан с микро космос все такое проще я думаю что это интерес задачи загадочным явлением скорее всего моего такое мнение скажите а почему сейчас в мире когда происходит хаос такие такие точные на первый взгляд тысячелетиями вымеренная измеренная науки как астрология и эзотерика не совсем точно работают невозможно предугадать что-то предсказать почему-то но сбой давайте во первых они сами по себе не точные то есть есть научные обоснованные штуки они надежные не то чтобы эзотерики нет конечно есть у нас в аспирантуре вел один курс профессор не буду называть время и он реально профессор очень уменьши мужик и он свое время в 90-е годы он работа его приглашали кгб чтобы он ну или фсб и значит не помню что вы было все времена и там реально на всех спецслужбах скорее всего ну наверно во всех спецслужбах работает всякие ясновидящие он решит действительно чудеса они иногда находили людей что-то обнаружили совершенно феноменальные штуки но это не наука потому что она во-первых невоспроизводимы то есть по настроению сегодня получает зах не получается а вторых не это субъективно то есть у одного до у другого нет поэтому то есть любая эзотерика она попали ненадежный потому что связь с кем-то отношения то есть отношения не запрограммируешь там с высшими силами с божествами с кем-то стихиями потому что как вот да я в принципе знаю что вот здесь есть моя любимая девушка если я подарю цветы скорее всего она будет работать но не факт абсолютно то есть это отношение поэтому она не не очень надежная всегда а уж часто и подавно где замечательное произведение кстати есть интересно могу скинуть или купить его где-нибудь черный лебеди господи как что его зовут это товарищи талиба вот и там описывается что есть средний стан только средняя статистической ситуации но все идет более-менее размеренно а бывает ситуация крайне станок она считается хаос вот в хаосе не работает ничего не наука не эзотерика вообще ничего потому что этой серии непредсказуемые вещи то есть книжка называть черный лебедь а потому что люди жили жили много лет и знали что все лебеди белые потом приехали в австралию выяснили что если черный это был шок для людей поэтому ситуация когда есть хаос и хаос это не беспорядок хаос отношения многих минут на перчатки нашими сейчас вся эта ситуация глобальная политически не только в украине вокруг всего есть в украине куча разных сил есть в россии куча есть америка там тоже бардак есть европа есть огромное количество разных порядков каждый то есть это много порядков сразу вот это есть хаос когда налагаются много порядок друг на друга и понять это может причем только бог потому что никаких мозгов человеческих даже полубожественных не хватит чтобы эту пашу развести поэтому и хаотические системы то есть когда вот такие не открытые системы то есть закрытой системы не разваливается просто там гомеостраз к антропии все а вот открытые системы они развиваются непредсказуемым образом то есть да как бабочки взмах крылев америки бабочки придет цунами в день в японии поэтому вот эти бифуркации то есть непонятно никому не понимаем и куда еще как пойдет и слушай очень сложно устроено и приводит к тому что вот со всей этой ситуации вот этого кризиса глобального Ну все говорили, что-то такое будет, что-то хреновое Но меру хреновости понять не мог, никто не предсказал Ни наука не предсказала, ни политология, ничего Ни эзотерика, ни астрология, вообще ничего Никакого ничего не получается Просто ситуация хаоса, поэтому оно ничего Законно не работает, даже вот эти такие более тонкие вещи тоже не работают А как вы думаете, человек и природа сейчас могут влиять в этом хаосе друг на друга? Ввиду к тому, что люди настолько за это время, за время войны в Украине Сосредоточились на этом, что поймал себя на мысли Что мы даже забыли о каких-то экологических проблемах Мы забыли о том, что есть природа с наводнениями, которая сейчас происходит Может быть то, что резонанс, который создают люди Своим негативом, находясь внутри ситуации с войной Влиять и на природу, которая впоследствии тоже вмешивается в жизнь людей Некоторые называют там 10 божьих заповодей 10 божьих кар Нет Библейская история с тем, как на роде обрушилась 10 по карань украинскую Может это иметь место быть, что действительно природа тоже чувствует И таким образом влияет на ситуацию Может то может Вопрос только в какой мере может В принципе все на все влияет, это понятно Самое сложное понять, что в какой мере на что влияет Даже тоже астрологии Вот я, наверное, единственный гуру астрологии, учитель астрологии Который учит тому, чего астрологии не может Вот мы просто берем, у нас сейчас в группе 30 человек И вот мы берем все утверждения великих, там, этих древних текстов И мы смотрим, она здесь не работает, здесь не работает И тут не работает То есть да, вот это наука Когда ты показываешь не то, что она может, а то, что не может Поэтому, конечно, все на что влияет Но сказать в точности, в какой мере и что, в какой пропорции влияет По-моему, только Бог может Ну, не по-моему, стопудово только Бог Человеку это не под силу Все очень сложно Так, выходит, можно ответить на любой вопрос? Нет, ответ не знаю Или не знаю пока, или не знаю в полной мере Вообще не знаю, потому что очень сложно все Конечно, стопудово все на все влияет Это даже сомневаться не надо Это, ну, довольно очевидно И что все единая система Все связано как-то Но как, насколько, в какой пропорции Есть только даже в мистической вине Мистичка, соответственно, с нашим моим Замечательным философом Профессором философии Родзинским Дмитрий Леонидович То есть мистик — это видеть глазами Бога Если ты верующий И видеть мир глазами пустоты Если ты атеист То есть мы говорим о том, что человек — это клетка мироздания И, естественно, мы сейчас за счет того, что создан этот хаос Мы эволюционируем и учимся сами создавать свою реальность И лучше не подсматривать в эзотерику и в астрологию Нет, это хорошая вещь, просто она ненадежная И в психоатической ситуации ничего не поможет Лучше просто жить, как живется в той сфере, что понятно Я хочу дико извиниться перед слушателем За те прогнозы, которые давали мои ребята из Индии Как видим, даже эта мистик тоже, к сожалению, не сработала К сожалению, это так Юрий Алексеевич, перед тем, как я задам вам следующий вопрос У меня созрел маленький еще вопрос Вот сейчас в контексте вы говорили, оно мне пришло А можно ли, вот вы как ведический астролог И человек, который Индию знает настолько, чувствовал, бывал там неоднократно Все мы знаем, есть известный эпос Пхагавадгита Где была огромная битва на смене эпох И воин Арджуна получил некоторые знания от Кришны Да, мы знаем этот эпос Можно ли провести параллель, что вот та смена эпох Которая была в те времена, в древности Сейчас мы примерно проживаем то же самое И вот эти все критерии, там, межличностные Они отходят на второй план Потому что все равно происходит все в божественном порядке Ну, оно всегда все, то есть по определению Все всегда происходит в божественном порядке Ни травинка, ни шелохнется, как говорится Ситуация чем-то похожая, кто знает историю Махапхараты Потому что там был хаос Я вот сейчас только что закончил курс Я читаю лекции по утрам, по венческим писаниям Кому интересно, обращайтесь, вон есть мои контакты По утрам три раза в неделю читаю Мы закончили Багулит-авзор И там ситуация была очень похожая То есть когда попытаться разлиться Что было причиной всей этой огромной войны Где столько народу попали Кровавая очень война Черт его знает Потому что ничего не понятно То есть там, ну там, классическая история Две партии были На самом деле там было все по-другому Если кто знает ее более глубоко Был такой дядечка Шакуни То есть и который просто хотел отомстить Дурьотхане одной из сторон И он с чужими Это примерно как в анекдоте То есть да, когда там джигиты собираются Кто самый лучший джигит Нет, самый лучший джигит Это дедушка Лемми Как он за брата там Представишь, что оперывал То есть там настолько все запутано Что был полный хаос И все там, черт не знает, что получилось Поэтому в этом плане похоже А во всем остальном Конечно разные истории Но в плане того, что там тоже Очень было все запутано И когда ситуация запутанная То появляется бог знает что И всегда хаос приводит к двум вещам Или к смерти системы Или к перезагрузке Надеюсь, будет второй Да, мы верим в перезагрузку Немножко хочется поговорить об Украине Гороскоп периода страны Считается с дня даты инаугурации президента Одна из версий Да, да, я помню Это читала в ваших блогах Со 2 августа Планета Юпитер Как бы да На благоприятном аспекте для Украины Расскажите, пожалуйста Какой может быть прогноз Какое влияние Юпитера Давайте я расскажу предостой Я с прогнозами сейчас Уже приостерегусь Есть довольно хорошие закономерности То есть периодов много Есть хорошие закономерности Если взять время инаугурации То есть когда человек там на Конституции Дает присягу Я помню, Юр Тетяк скинул видео Я просто секундомер Сделал его точно до секунд записал Это время И от этого считается Типа как гороскоп не президента И не страны А вот этого правления Этого периода На пять лет выбирается И соответственно Вот эта вся эта катавасия Период Рах Он Я все время Он хреновый Плохой Потери Там войны Все что хочешь Он начался в ноябре Вот того года У кого там Двадцать третьего года Выстрел Выстрел в феврале Вот Меры этого никто Я не мог предсказать Теперь 2 августа Начался хороший период Юпитера Он в пятом доме Это типа как Разум какой-то Какая-то гармония То есть да Ну то есть Благо для народа То что называется Общая ситуация Это опять Не про конкретно Личности И он Со второго Давайте посмотрим Что будет дальше Потому что Обычно Какое-то время требуется Дай бог Как говорится Но я сейчас Предостерегусь Я вот своим ребятам На астрологии Уместе с Украины Тоже люди учатся Я говорю Давайте просто Мы собираем Как работать Как работать Или не работать Или в какой мере Работать Самые периоды А так В принципе Вот он Начался Со 2 августа 2 августа Только Пэлосин Тайвань Больше ничего Не помнилось Как война Идет Так и идет Ну может быть Оно просто А может не знаю Я говорю В хаосе Кто его знает Законно работает плохо Давайте все вместе Построим эксперимент Посмотрим Как эта техника Работает или нет А что скажете Про коллективное сознание Коллективное сознание В Рамках Украины Коллективное сознание В рамках России Россияная Погружается сейчас В пучину агрессии Которая На них еще давит Извне Потому что Я думаю По разному Есть разные люди В Украине И в России Есть кто-то в агрессии Из Украины Есть абсолютно разные люди Я за всю Россию Не скажу Я вам не скажу За всю Одессу И за Украину Тоже еще не скажу Как насчет вибрации Вибрации Которые Которые преобладают В обществе Если ты находишься Среди людей Которых в большинстве И которые агрессивно настроены Ты с ними Как круги на воде Тоже начинаешь Это понятно Что эмоции Они заразны Причем Вот есть Эмоции Они как серые лебеди То есть да То есть эмоции Скажем Есть такая Есть метафора Черепахи и курицы Курица съест одно яйцо И куда сказать На всю деревню Черепаха 40 Об этом никто не знает Поэтому люди Которые наиболее агрессивны Они наиболее энергичны Они везде себя Ну то есть пиарят Поэтому их эмоции Людям передаются Но То есть есть люди Трезвомыщиеся Везде Поэтому мало Кто-то там еще Говорит То есть да Посмотрим Наблюдаем Дай бог Что все это Как-то хорошо Закончилось Но есть шанс К пробуждению Вот что через этот Инструмент Сейчас И в России И в Украине Я надеюсь Я говорю Что в этой ситуации Ничего не скажу Не хочу Лапшу на уши Я надеюсь И давайте все будем Надеяться Вера, надежда, любовь Ну как вы считаете Если воспринимать Новости с любовью Это будет помогать Создавать это коллективное Сознание хорошее Помогать пробуждаться Этому сознанию Чем Вот есть Вот Есть Абсолютное Благо Это любовь Абсолютный грех Это зависть Или ненависть Чем больше у нас будет Любви в целом Кому угодно К семье К друзьям Вот да Находить островки любви Где бы то ни Даже в этом хаосе Котором мы находимся Даже Несмотря на то Что гибнут люди И там люди С обоих сторон И военные И мирные Ну есть смерть Это же смерть Вот если мы будем Вкультировать себе Все-таки искать Капельки любви При всей той Жуткой ситуации Которая есть То это будет Реально помогать Коллективным Созданиям Просто не реагировать Да прошел мимо Кто-то что-то сказал А ты взял и не зацепился Хотя бы Как минимум нейтрально прошел Но это если в городе А если это на фронте Я не могу сказать Ну условно Я и примерный солдат Я не знаю Что на фронте На фронте Я не прокомментирую Никак Просто не знаю Честно Ну не знаю Я новости не смотрю Все Тем более Давайте так Мне интересно Я не хочу персонализировать Какую ситуацию Какую-то ситуацию Но человек С оружием Когда стоит И на него Напротив него стоит Тоже человек с оружием Очень сложно Проявить любовь К этим маленьким Не-не-не-не-не То есть в принципе Воины они сражаются Это нормальная история Причем есть воины Которые У них есть бойцовский дух Это одна история А есть те Кого просто призвали Это другая история Есть воины Которые вот То есть они Вот так скажем Да вот на ринге То есть боксеры Или там кто угодно Они не чувствуют боли У них есть Они хотят побить Это одна история Когда сражаются воины Воины в норме Сражаются по правилам Все Ну я в норме Говорю Я не говорю Что я не в курсе Что там происходит А есть люди Которые просто там находятся, потому что их призвали, они не воины по природе. Это отдельная история. С этим ясно. По-разному. Да. Чтобы люди осознали, что все есть любовь, для этого потребуется еще не один десяток лет. Любовь есть любовь. Даже те, кто сражаются, у них есть любое к своим близким. Любое к родине. Какие-то вещи, которые есть. Все равно, понимаешь, что нельзя всех любить. Но это нереально. Конечно. Есть ведок такая. Любить всех, это или очень что-то искусственное, или что-то вообще совсем трансцендентное. В норме всех любить не будем. Кого-то любим, кто-то не любит. Это нормальная история. Я имела в виду в контексте принятия. Либо принимать ситуацию или человека, или происходящее, либо нет. Юрий Алексеевич, скажите теперь нам не как астролог, а как психолог. Техника преодоления стресса. Может быть, есть какая-то универсальная для тех людей, кого война коснулась, и для тех, кого не коснулась? Есть, конечно. Все равно стресс. Ну, во-первых, я хочу поблагодарить всех объявлений. Человек-150, про что я дал тренинг по снятию стресса. И в целом, я бы просто процедил Виктора Франкла. То есть я работаю с похожими ситуациями, с онкологией. Да, у меня есть девочки с четвертой стадии рака. Ну, то есть, да, девочки, женщины. И просто они подают пример потрясающий. То есть ситуация реально, угроза самым близким жизни и всего прочего. Виктор Франк, это психолог гуманистического направления, экзистенциального. Он был евреем и провел сколько-то в концлагере фашистском. И он описывает свой опыт. То есть те, кто думал, что хуже всего переносили весь этот стресс, те, кто думал, что это скоро кончится. Тоже плохо, чуть получше. Те, кто думал, что это когда-нибудь кончится. А вот те, кто просто жили своей жизнью, делали то, что было из первой жизни. То есть они выживали лучше всех. Выжимаясь будет. Поэтому самое лучшее, что может быть, есть то, что мы никак не контролируем. То есть, да, и просто, ну, при всём при этом хаосе, просто заниматься какими-то своими делами. То есть мы видим там на метр вперёд. Лучше на метр вперёд и делать. Не делать долго, что будет как, не очень понятно. Ну, это совсем понятно. Благодарим вас. Намасте, так сказать. Передаю слово Алексею. Мы, кстати, его тоже, видите, несмотря на хаос. Продолжаем съёмки в студии канала «Никололи». Молодцы, молодцы. Благодарю вас. Юрий, у меня ещё личный вопрос. Как вы считаете, можно ли предчувствовать свою смерть? Можно ли, прислушиваясь к интуиции, понять, что смерть условно, как у Булгакова, за углом? И по возможности, если ты правильно это прочувствовал, избежать этого? Как считаете, можно? Ну, во-первых, если взять даже астрологию, там есть некие показания. Опять-таки, они не прям супернадёжные. Когда смерть будет известна тебе или родственникам, или когда будет внезапная смерть. По-разному бывает. Опыт смерти у меня много. То есть я из онкологии людей хороню, всякие бывают, палиативные случаи. По-разному бывает. Есть люди, когда люди знают, что они умрут. Есть что-то совсем неожиданное. Есть вот прям против всех надежд такой бывает. Нету статистики, словно сказать. То есть всё очень индивидуально. Интуиция – вещь такая. У кого-то есть, у кого-то нет, её не пропишешь. И что есть интуиция, чтобы я наврёл, тоже непонятно. По-разному. Ну, можно развивать, прокачивать это, как практику? А зачем? Для того, чтобы как сёрфить на волнах жизни, пытаться уходить от чего-то, что может нанести тебе урон, что может быть смертельно опасным. Ну, во-первых, всего никогда не просчитаешь, что подобного, как будто ни было. Никогда не просчитаешь. А во-вторых, лучше жить так, что ты можешь умереть прямо сейчас. То есть лучше жить просто по-божески, жить. И тогда смерть, не смерть, то... Ну, не всё мы никогда не предвидим. Принципиально невозможно. Поэтому лучше жить так, чтобы... То есть что бы то ни было, всё было нормально. Быть готовым ко всему. То есть не то, чтобы думать о смерти, не про это. Просто если ты по-божески, ты не будешь думать о смерти. Ну, вообще не будешь. Ну, что будет? В ней сфере контроля, что париться-то? С этим ничего не поделаешь. Спасибо. Спасибо. Что ж, на этом наш разговор... А можно я пару объявлений сделаю? Да, прошу. Я хочу... Мы тут с женой книжку издали. Классная. Вот такая большая детская книжка. Голубая 8 с картинками. Чёрный доллар. Она есть в аудиоформате, есть в видео. Это первая история. Поэтому, я не знаю, в Украину сейчас ничего не пошло. Пока имею... Ну, кто не в Украине или в России, могу послать. А так есть PDF-ка. То есть, она какие-то небольшие деньги стоит совсем. Есть аудио шикарное. У меня жена, она театрного актёра. Потом второе объявление. Сейчас я начал только что курс психоонкологии. Поэтому те, кто психологи, или те, кто прошли через онкологию, или там лечатся сейчас, хотят быть равными консультантами, пожалуйста, есть мои контакты, обращайтесь. Только-только начали. Для всех, кто с онкологией, это безоплатно. Для тех, кто... Остальных, там какие-то совершенно доступные деньги, небольшие. Там 4 тысячи рублей, это там меньше, там, 22 секунды, тысячи гривен в месяц. Поэтому вот такие объявления. Поэтому и подписывайтесь на мои каналы. Я доступен к каким-то вопросам. Обращайтесь, пожалуйста. Буду рад чем-то помочь. Всегда не вращайтесь. Мы обязательно разместим все ваши контакты под этим видео. Благодарим вас ещё раз. Спасибо за разговор. Спасибо, что нашли. Коротко ответить на несколько наших вопросов. Берегите себя. И, возможно, когда-то увидимся вживую в студии. Спасибо большое всем здоровья, счастья и, как стало актуально, мирно у него на голову. Спасибо. Сегодня с нами на видеосвязи был ведический астролог и психолог Юрий Миров. Подписывайтесь на его канал. Мы обязательно оставим информацию. Также подписывайтесь на канал People Life, если ещё этого не сделали. И оставляйте свои вопросы в комментариях. Мы всё читаем. На некоторые вопросы не отвечаем принципиально. А некоторые самые интересные выбираем и обязательно задаём нашим мастерам. С вами в студии сегодня на этом интервью была Нона Мусселян. Меня зовут Алексей Курбан. Всё будет Украина.